Приветствую вас, Ольга. Ну, вообще говоря, ситуация, которую вы описываете, вполне себе нормально. Вот, нормально она, потому что вы с бывшим мужем были какое-то время, очевидно. Сейчас вы расстались с бывшим мужем, опять-таки. И, совершенно очевидно, что расставание вам даётся тяжело. Как я понял, расставание было не по вашей инициативе. То есть, расставание было, ну, не вы, инициатор выступал этого самого расставания. А я так не понимаю, что муж. Вот, либо вы, ну, всё-таки, как-то вот не ожидали. Вы, наверное, такого, да, что привычка сыграет свою роль достаточно сильную. Вот, и, в принципе, в принципе, вот то, что вы описываете, это вполне себе нормальная такая реакция, вполне себе нормальная такая модель, вполне себе нормальное поведение. Потому что, ну, если вы были со своим мужем в отношениях, хотя бы там, к примеру, несколько лет, да, вот хотя бы несколько лет, то это уже как-то вот говорит о том, что привычка она так просто не уйдёт, привычка она так просто не исчернет, к сожалению, к сожалению. Вот, поэтому, заходя к мужу на страницу, вы пытаетесь как-то вот вернуться к той привычке, которая у вас когда-то была. Вот, и здесь очень важно понимать, что расставание с мужем, опять же, что значит с расставанием, вы развелись или произвращались? Пока вы не развелись, с расставанием это назвать нельзя. Нужно просто понимать, что расставание с мужем это всегда травма, нужно понимать, что расставание с мужем это разрыв привычных представлений о мире, в том числе. Вот, и нужно понимать, что это не так просто переживается, к примеру, в одиночку. Это переживается гораздо легче, что это переживается, например, с помощью психолога, с помощью психотерапевта и психотерапии в целом. Вот, поэтому здесь вот мне кажется, что вы требуете от себя слишком многого. В другой стороне необходимо определить то, что вы хотите. То есть, ну вот, вы заходите к нему в соцсети, да? Что вам нужно? Почему вы это делаете? Почему вы заходите к нему в соцсети? На мой взгляд, это тоже очень важно понять и определить. Почему вы это делаете? Если вы нуждаетесь, например, в муже до сих пор или есть еще какой-то момент здесь. Если вы нуждаетесь, то в чем, вот в чем конкретно вы нуждаетесь, с чего вам не хватает? Да, то есть здесь вот можно и, наверное, можно и нужно как-то вот более конкретно посмотреть на ваше желание, более конкретно посмотреть на ваши потребности, на то, что вам нужно. Понимаете? Понимаете? И, соответственно, тогда уже можно будет вести речь о том, как, ну, как вам запретить, то есть даже о том, как вам запретить себе о том, как вам запретить себе о том, чтобы раскрыть, раскрыть свои желания, связанные со тем, что вы делаете. Вот. То есть тут цель не в том, чтобы запретить себе, а тут цель в том, чтобы понять, чего вы хотите. Понимаете? Какая штука. Вот. А запрет, он все-таки не ведет к тому, к тому, чтобы как-то вот себе разобрать. Вот. На свершение очевидно, что отставание с мужем – это травма. И травма практически всегда. Поэтому работа предполагается именно, именно вот с вашими желаниями, с потребностями и с психотравмой раз в год. Возможно. А также с различного рода страхами и с различного рода влиянием того, что произошло между вами на ваше представление о себе. У кого-то падается на сцене, кто-то начинает думать, что больше отношений не будет, кто-то считает, что это он виноват в том, что супруг ушел. Ну, куча есть еще разных вариантов. Вот. И ни один из этих вариантов на сто процентов нельзя отрицать. Ни один из этих вариантов на сто процентов нельзя сбрасывать со счетов. Потому что, ну, потому что это на самом деле требуется, требуется изучить, чтобы вам помочь. Вот. Конечно, присутствуют определенные предпосылки к этому. Например, предпосылкой является тот факт, что в бытности, ну, в браке люди слишком друг об друга зависят, слишком друг другу заказывают. Или кто-то один из партнеров друг другу заказывает. То есть, ну, как бы, более зависим, да, он более зависим от партнера. И менее самодостаточен. Поэтому, возможно, речь идет именно о самодостаточности, в том числе и вашей самодостаточности. Вот. И тут тоже с этим необходимо работать. Вот. Эта зависимость, как любая зависимость, она основана на потребности. И вот именно с потребностной сферой вам необходимо разбираться. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До новых встреч. Продолжение следует...